Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр, и сегодня мы вместе с вами вновь будем работать в охране в игре под названием I Am Security VR. И, помимо того, что мы будем обыскивать людей, попробуем и испытаем разные новые штуки, которые продаются в магазине. Но чтобы их испытать, мы должны их купить, а для этого нам понадобятся деньги, и поэтому давай-ка я тебе немного в глаз налью воды, да? Типа ты ничего не видишь, ты ничего не увидишь, а я такой, опа, а что у тебя в глазу такое, смотри, ай-яй-яй-яй-яй, оп! Опача, и всё, браслет теперь мой, что у тебя ещё есть ценного? А ну-ка снимай! Так, а зачем тебя слушай? Так, друзья, давайте так, если вам понравится этот видос, или вы захотите видеть больше роликов по этой игре, поддержите, пожалуйста, меня с помощью лайков. Если наберём три тысячи, то следующий ролик я постараюсь выпустить максимально быстро. Три тысячи лайков, новый ролик максимально быстро. Уговор? Так, а ты иди сюда, смотри. Чё это? Это для дарца стрела. О-о-о, в смысле? Подожди. Я могу её вонзать в лоб, а если её туда пропихнуть, она застревает. И ей не больно абсолютно? То есть я могу прямо в глаз ей кидать, и... А. Ну и... Всё, что я могу делать? Кидать. Ладно, мы это тоже продадим. По одежде, в общем-то, ничего такого нет специального. Давай. Посмотрим, нет ли чего-то ценного у тебя? Вроде бы ничего ценного нет. Ну тогда ты можешь проходить. Я сегодня добрый. Поэтому добро пожаловать в клуб! Спасибо за часы. Ну или за фитнес-браслет. Нет, вряд ли он стоит больших денег, но мы его себе забрали. Чувак, у тебя... VR-очки. И не просто, а эпловские. И у тебя зубы разноцветные. Мужик, ты богач. Поэтому мы знаем, что с тобой сделаем? Ты даже не представляешь, брат. Ты даже ещё не представляешь зубы. Я... Оп. Смотри. Это теперь моё. Это мы продадим. Что у тебя ещё есть? Брокколи! Ммм, любитель спортивного образа жизни, да? ЗОЖ, все дела. Я тебе руку сломаю. Я говорю тебе сразу. Я сломаю тебе... Отдай мою брокколи. Я тоже хочу быть зожником. Отдай брокколи. Кольцо отдаёт, а в брокколи, смотрите, вцепился. Намертво. До конца готов пойти, лишь бы брокколи не отдавать. Вы чё? Так, а может, его запалить? Всё, брокколи теперь моё. А рука у тебя сломана. Смотрите, а как у него рука ещё не сломана? Так или иначе, мужик, нос. Серьги. Оп. Забираем. Я думаю, что если... Они провалились. Если мы всё это заберём, этого уже должно хватить, чтобы прикупить какое-нибудь новое устройство, которое мы обязательно испытаем на людях. Вообще, я похож больше не на охранника, а на какого-то гопника. Мол, э, мелочи есть. Там, дай мобилу сюда. И вот это вот всё. То есть, ну я у него буквально всё забираю. И... Ну теперь можешь идти в клуб. Татуировки запрещены, шляпы тоже. Красная рубашка. Я не дам тебе красную рубашку, брат. Я не дам тебе красную рубашку. И я тебя пропущу. Просто пойми, мне самому нужны деньги. И я не могу себе позволить эти деньги тебе отдавать. Так. Мужик. На. 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 Всё это на продажу. На. Дротик. На. Так. Колечко. Брок. Ещё одно колечко. Вряд ли будет стоить дорого. 1300 денег у нас, друзья. Это что, майка? На. 100 баксов. Неплохо. Блин, у тебя такой вид хитрый. Ха-ха. Посмотрите на него. Даже страшно. Что у тебя продаётся тут? Угу. Мы возьмём, наверное... Гриб? Или пчёл? Ёлы-палы. Я не знаю. Давай возьмём пчёл. Что это за улей? И для чего он нужен? Честно, непонятно. Смотри. Это улей. В улье живут пчёл. А чё такое? Тебе страшно? Как это встать оттуда? Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Не плачь. Не плачь. Мы ещё пчёл позовём. Тебе мало, да? Они её облепили всю полностью. Они её кусают. Эй. У тебя лицо деформируется. У тебя синяки появляются. Блин, мне даже жалко её немного. Она плачет. Не плачь. Всё будет нормально. Пчёлы всего лишь тебя съедят заживо. Это нормально. Пчёлы должны так делать. Смотрите. У неё всё лицо опухло. Она вся деформировалась. У неё явные проблемы. Тебе нужно подлечить. Я спасу тебя от пчёл. Нет, я не могу спасти тебя от пчёл. Я не знаю, что делать. Я могу измерить температуру пчелы. Это очень важно. Могу, кстати, пчёлу взять. Сколько это по температуре пчела? 36,9. По температуре... Температура у пчелы нормальная. 36,6 это здоровая температура человека. 36,9 тоже, в принципе, неплохо. Смотри. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. А что можно делать с этими пчёлами? Так, давай-ка мы знаешь, что сделаем? Полопаем пчёлок. Я хочу... Воткнуть и просто жало в лицо. Но не получается чуть-чуть. Видите, оно вылазит и... Вот так. Есть даже такое искусство, что... Специально люди подставляются под укусы пчёл. Что это якобы может лечить. Я не знаю, правда это или нет. Но, наверное, в небольших количествах... Может быть, это и полезно. Но я бы не стал на себе проверять. И вообще, может быть, анафилактический шок и... Мгновенная гибель. А зубы? А где зубы? Тебя пчёлы, что ли, зубы вывели? У неё пчела будет прямо во рту теперь кусать. Блин, ей... Ей досталось, конечно. Так, а что я вообще хотел? Грязная одежда нельзя, да? Давай, стой. Смирно, пока я у тебя одежду проверяю. Грязная... Опа, зажигалку. Как бы мне до неё дотянуться. Грязную одежду нельзя. Она, наверное, грязная. Продам это дело. А если пчелу поджарить? Или поджечь? Нет? Эх, пчёлка! Ну всё. Можешь пчёлку эту себе оставить? Блин, мне тебе жалко. Ну ладно, иди. Зато ты в клубе, а? Когда мы в клубе, пчёлы танцуют. Иногда в игре бывают штуки, которые лучше на ютубе не показывать. Я не знаю, почему. Картофель фри! Вкуснятина! Так, перекусите, ребят. О, смотри, поймал! Ха, красавчик, да и пять! Хорошо. Так, запрещенные всякие штуки есть у тебя? Нет, вроде бы. Одевайся. Осуждаю. Осуждаю. Ах ты. Я же говорил, что осуждаю. Я же говорил, что... Не надо с этим идти. Температура какая у тебя? Вставай, проверим температуру. Может быть, ты не подходишь для этого клуба. И не надо на меня так смотреть. Я говорил, что осуждаю. 36. Повезло. Дальше. Татуировки. Я не знаю, это татуировки или что это? Макияж? Давай проверим. Это макияж. Ладно. Тогда мы... Тебя сейчас... А, я думал, это смывалка. Хи-хи, это не смывалка. Небольшую козлиную бородку. Вот так. Вырастим. О! Вот! Вот теперь... Вот не знаю. Честно, мне кажется, с таким макияжем... Это смотрится офигенно. Вот это стиль. Вот на этом стиле мы, пожалуй, с тобой завершим. В принципе, ты подходишь. Поэтому по стилю я тебе разрешаю идти дальше. Бородку не сбривай. Пчел верните. Бородку не взумай сбривать. Бородка обалденная. Пчелы падают постоянно. Пчелки. Так, ты украл картошку, говоришь, да? А что, не хочешь? В смысле? Посматриваешь, да? А если я сделаю так? Оп. Опа! Вылезла! Называй ее Маруся. А теперь мы проверим максимум пчел. Если достать, что будет? Ты, главное, не расстраивайся, брат. Это всего лишь эксперимент. Возможно, ты станешь очень здоровым и сильным. Возможно, ты даже мутируешь в человека-пчелу. Такое не исключается. Такая возможность допускается. Я бы на твоем месте бы поверил. А тебе соска зачем, брат? По-моему, это максимум пчел, которые мы можем вызвать. Но у него особо как бы ничего с лицом не происходит. Дай-ка одну пчелку. Дай одну пчелку. Одну пчелку. Ротик, ротик, ротик. Вот туда ее прямо. Вот теперь пошел процесс. Маленько посинел. Так вот, и пчел, можно прогнать с помощью пистолета? Блин, пропал. Появляйся. Он сейчас появится. Вот он. Их можно отгонять. На какое-то время. Ненадолго, но на какое-то время. Так, температура. Вообще, после такого количества укусов, мне кажется, температура у него должна немного увеличиться. Сейчас проверим. Нет, температура нормальная. Зато с картошкой. Зато с картошкой. Все, я не знаю. Ну, больше, наверное, не удастся его раздуть, да? Увеличить ему физиономию. Сделать ее еще более фиолетовой. По-моему, это максимум. Вопрос только в том, пойдут с ним пчелы дальше или нет. Давай, шуруй. Они прицепились к нему и с ним полетят. Теперь в клубе будет весело. Не закрывай глаз. Так, что у меня еще такого? Друзья, произошло нечто печальное, представляете? Меня просто выкинуло из игры. А у меня были пчелы, и я их купить снова. Они куплены. Мне не обязательно пчел снова покупать. Они же останутся куплены. Но мне нужны деньги на новые штуки. Мухи. Муки циккатухи. Циккатухи, мухи, мухи, циккатухи. Пухи, мухи, мухи. Циккатухи. Я тебе предупреждаю сразу. Выплюнь то, что у тебя во рту. Иначе я накормлю тебя по полной программе. Зелеными прекрасными мухами. Брат, ты по одежде не соответствуешь, конечно. Я понимаю прекрасно. Но мне у тебя нечего даже взять. У тебя кольцо дешевое. Понимаешь, о чем я? Понимаешь? Тебе бы зубы подлечить, мужик. У тебя вон полугнилой. Давай мы знаешь, как с тобой поступим? Мы с тобой поступим по-нормальному. Делается это так. Мы берем вот эту штуку. Вот этот зуб. Его явно пора удалить. Так, ладно. Я сказал удалить зуб. Что? У тебя лицо посинело? Угомонись! Я же тебе по-нормальному помочь хочу. Давай сюда свои зубы. Как их выломать? Рот открой. Открой рот. Я не могу. У него зубы не это. Не хотят вылазить. Да. Как ему зубы достать? Во! Все! Мужик. Видишь? Удаление зубов прошло безболезненно. Но удалились не те, которые нужны. Ну-ка. Так. Проверим, что по зубам. Один еще, да, остался? Так. Сверху. Ну, в принципе, их подлечить можно и будет нормально. Будет улыбка голливудская. Вот тут немного, да, еще нужно? Потерпи. Как будто сейчас комарик укусит. Потерпи. Комарик цапнул. Кусь и все. Ничего болючего. Полное удаление зубов бесплатно. О! Смотри. Вот это хорошо. Все? Нет. Благодари меня. Добро пожаловать в клуб. Добро пожаловать в клуб, другой. Дорогой друг. Я предупреждал тебя. Я сразу говорил. Подходи. Подходи, не бойся. Отходи, не плачь. Сразу. Конфискация. Это что, Сталин? Ты Сталин или не Сталин? Где твои усы есть? Это Сталин. Так. У-у-у. Это залет. Это залет. Что у тебя есть? Так. Алкоголя нет с собой, да? Очков нет. Татух. Не татуха. Вот это татуха, я уверен. Ну-ка. Сейчас мы ее маленько удалим. Это не тату. Это что? Это макияж? Да, это макияж был. А татуха-то у нее и нет. Слушай, у тебя нет татух. Давай мы половину лица тебе вот так вот зачистим. И ты будешь, будет это символизировать день и ночь, да? У тебя теперь стиль называется день и ночь. Справа у тебя ночь. Я понял. Тебе наушники не нужны. Ты так бы сразу и сказала. Смотри, здесь у тебя макияж и волосы. А здесь у тебя ничего нет. Надо просто побрить. Половинку. Половинку на серединку. Маленечко вот сюда. Здесь за ушками, за ушками. Если в ухо зацеплю, скажи, я извинюсь. Или не извинюсь. Я не знаю пока еще. Смотря, как ты будешь себя вести. Так. Маленько обкорнаем. Но в целом, по-моему, стиль отличный. Как черная и белая сторона. Как белая и черная. Как день и ночь. Инь и янь. Такой и твой стиль теперь сегодня. Мала-а-а. Мала-да-да-да. Дорогая ты моя, дорогая. Вот так вот. Брум. Все, в целом, ты подходишь под клуб. Я не знаю до сих пор, зачем я соответствую. Пытаюсь соответствовать каким-то показателям. Это ни на что буквально не влияет. Поэтому я как бы, ну. Как бы вообще это туда-сюда. И ты понимаешь, мужик. Что с бровами? Брат, где брови потерял? Рассказывай. Понимаю, жизнь тяжелая. Ух ты. Ух ты. Смотри-ка, какие у тебя зубы. Это эти? Как их называют? Бриллианты? Дашь парочку поносить? Дай, дай. Я не могу. Ладно. Чем бы мне тебе таким хорошим... Опа. Аккуратно. Видишь, как получилось? Никаких проблем. Грилсы они называются, да? Или как? Вон, вторые там. Сейчас. Сейчас мы их продадим. Так, мистер дед. Смотри, это тебе принес таких полезностей. О, денег у нас меньше не стало, кстати, после покупки пчел. Это отлично. Вот так. Грилсы стоят дешево, блин. Я думаю, будет стоить по сотке там. Ну, побольше, подороже. Давай посмотрим, что мы можем купить. Пчелы. Видите, дачи происходят. Хе-хе-хе. Пчелы, как бы пчелы. Пчелы это пчелы. Ладно, давай гриб возьмем. Так. Поворачиваемся. Смотри, гриб. Кушай. А для чего он мне? У него должен быть какой-то эффект. Ешь. Как его использовать? У тебя, кстати, зубов теперь... Ну да, они нормальные зубы. Так. Как его использовать? Да. Ну, поешь. Как его использовать? Гриб-то. Дай руку. Как? Что я должен с ним сделать? Нет никакой подсказки. Может его посадить на голову ему? На, ешь. Он отскакивает. Нет, подожди. Это же не может быть просто гриб. Просто гриб. Без какого-либо эффекта. Без какого-либо назначения. Че это? Что с ним делать? Шляпка гриба. Может его полить? Водой? Он не растет. Может его надо вставлять вот так? Не ест. Нет, а какая цель? Что? Обычно, когда ты покупаешь предмет, ты на него нажимаешь, и как-то он срабатывает. А здесь ничего не происходит. Скормить его нельзя. Он его не ест просто. Просто не хочет есть гриб. Почему? Какая в этом тогда идея? Какой в этом смысл? Я не понимаю. Нормальный швуди гриб? Не, его, может, побрить надо? У меня никаких догадок нет. Побрить гриб или нет? Ладно, мужик, я у тебя забрал парочку вещей. Все, что у тебя есть, тебе можно проносить? Да? Я только помогу тебе. Я выращу тебе, дружище, брови. У тебя бровей совсем нет. Вот. Все. Вот теперь красота. Можешь проходить, но я не знаю. Может быть, именно этот чел не хочет гриб есть. А остальные поедят. Оп. Давай. Блин, она с таким ужасом на меня смотрит. Даже идти не хочет. А ты не бойся. А ты не бойся. Блин, Муха. На. Она на него смотрит и боится его. Почему? Я не... А как? Почему ты боишься его? Это же просто гриб? Да? Муха, ты не хочешь с грибом что-то поделать? Иди сюда. Ты что от меня, Муху, прячешь? Я не знаю, куда его вставить. В ухо, блин. В голову. Оп. Муха. Да. Ты... Ты... Нет, это не работает. На руках волосы не растут. Я... Может температуру гриба измерить. 24 градуса. 25. Расканировать его. Нет! Это ничего не дает. Дорогая ты моя. Животных нельзя. Кстати, муху я ее щелкнул. Я не понимаю, друзья. Если вы знаете... Может, его просветить? Вообще ничего нет. Если вы знаете, для чего нужен гриб, расскажите мне, пожалуйста. Потому что я не знаю. Кстати, у нее цвет волос фиолетовый родной. Посмотрите. Ничего себе. У нее родные волосы фиолетовые. Вот так дела, ну и ну. Блин, прикольно. А почему у тебя волосы родные фиолетовые? Как ты добилась такого эффекта? Подскажи мне, пожалуйста. Я не знаю. Ладно, можешь проходить. В принципе, все остальное разрешено. Сзади немного не доросли волосы. Но это не проблема. Так-то. У меня рука застряла. Ты видел в стороне, мужик? О чем ты вообще? За это я наказываю. Я же говорил. Я же тебе говорил. Я же предупреждал вас всех. Выплюнь. Я же предупреждал. Придется продать. Что у тебя есть? Ничего. Попытка номер три. На! Подарок от меня. Подарок от заведения. На. Может, его... А, его самому нужно было съесть. Ёлы-палы. Что происходит? Ужас какой. Все замедленное стало. А, все замедлилось. Ну и зачем мне это? Верните, как было. Мне не нравится. Почему все фиолетовое, блин? Осуждаю такое. Осуждаю. Короче, грипп дает замедление. Понятно. И он не бесконечный. Вот для чего это нужно. Ну, как бы... Я не думал, что это на меня будет работать. Что тут у нас? Со своим нельзя. Розочка теперь. Подходи. Она не вонзается. Не, это просто теперь розочка. Бесполезная и бессмысленная. Мусор уберешь за собой? Хорошо. Так, тебе нельзя насекомых сюда? Да, насекомых вроде у него и нет. Зато есть часы дорогие. Которые мы, пожалуй, у тебя возьмем. Положим сюда. И колечко. Заберем тоже. Себе оденем. Кольца можно сразу на себя одевать, чтобы не приходилось их каждый раз класть на стол, перекладывать куда-то. Блин. Ну. Колечко, иди сюда. Вот так. А? Уточки. Колечки с уточками. Очень симпатичные, я должен отметить. Красивые, милые колечки с уточками. Часы я тоже одену. О! Стиль. И на этом, друзья, мы с вами, пожалуй, пока остановимся. Надеюсь, вам понравился этот видос. Большое вам спасибо за внимание, за просмотр. До новых встреч. Удачи, пока. И счастья вам. Берегите себя. Пока, друзья.